Но главное событие этой недели, благодаря которому Омск появился в федеральных и даже мировых новостях, отмена рок-оперой «Иисус Христос. Суперзвезда». По мнению актеров Петербургского театра, Омск был исключен из их гастрольного графика по решению местных властей из-за протестов православных активистов. Чиновники настаивают это решение труппы, а амичи, которые уже купили билеты, сами решили устроить просмотр легендарной постановки. А как сделать повыше? Надо, чтобы зрители отсюда все видели. Вместо театра – бар, вместо оперы – фильм. После того, как спектакль отменили, Елена Пронина и Анастасия Никитенко решили собрать тех, кто так ждал постановку. 1 ноября, в тот день, когда ее должен был показывать Омский музыкальный театр. Я ехала на работу и слышу по радио – отменили. А я очень люблю эту оперу. Это, наверное, было первое мое знакомство вообще с рок-культурой, с рок-оперы. Мне папу поставил. И вот я как тогда влюбилась, так моя любовь и продолжается. Спектакль отменили после протеста православных активистов. Претензий к рок-опере у них оказалось много. Среди них богохульство, угроза духовным ценностям и даже национальной безопасности. Причем те, кто пожаловались, постановку даже не видели. Для того, чтобы почувствовать зловоние, вовсе не обязательно опускаться в яму с нечистотами. Достаточно признаков. Вы подошли и почувствовали. Вот такими признаками мы считаем само название этой рок-оперы, потому что это несовместимое совершенно сопоставление. Не может быть спаситель рок-звездой. Когда происходит богохульство, когда происходит кощунство, то растабуируются очень опасные вещи, которые грозят нации потерей духовных смыслов и гибелью. Между тем, в советское время спектакль был запрещен как раз из-за пропаганды религии. В Петербургском театре рок-опера его впервые поставили только в 1990-м. С тех пор труппа исколесила всю Россию. Почти всегда аншлаги. И отмена встречи со зрителями в Омске впервые в истории театра. По официальной версии регионального Минкульта прокатчик сам отказался от показа. Якобы продали мало билетов. А директор музыкального театра пошел дальше. Заявил, что и в репертуаре такого названия никогда не было. Мы ничего не отменяли, потому что все это сплетня. В репертуаре театра такого названия нет. А как они тогда у вас собирались проводить? Они арендовать хотели, что ли? Это вы меня спрашиваете, я понятия не имею. Это вы не спрашиваете, кто собирался это делать. Актеры и администрации Петербургского театра говорят, это неправда. Он остановил продажу, позвонил ночью нашему партнеру, сказал, снимай всю рекламу, убирай. Потому что пришли какие-то тетки, дядьки с бумажками, им размачивали. Надо это все убрать. Инициатива об отмене спектакля «Иисус Христос, суперзвезда» в Омске якобы происходит от нас. Так это полная дезинформация. Я не знаю, это либо чья-то неудачная злая шутка, либо какой-то испорченный телефон. Мы всегда готовы и рады работать этот прекрасный спектакль. В споре религии и искусства чиновники не первый раз встают на сторону активистов, которые часто даже к цирке никакого отношения не имеют. До этого департамент культуры Омска запретил к показу спектакль «Хоровод». А в Новосибирске сняли с репертуара знаменитый тангейзер. Потому что они жалуются и просто никто не хочет связываться лишний раз с проверками. Поэтому это такая самоцензура получается, скорее, а не цензура. То есть театру уже никто не должен ничего запрещать. А театр сам не захочет вот такого длительного скандала и длительного противостояния. Официально церковь ничего не запрещает. Наоборот, иерархии уверяют, действия таких активистов подрывают авторитет РПЦ. А благодаря шумихе о существовании рок-оперы многие узнали лишь после отмены спектакля. Елена и Анастасия пригласили на показ доктора философии и культурологии, чтобы рассказать о том, как английский автор интерпретировал библейский сюжет. И уверены, зал будет полным. Светлана Елонарова, Константин Демиденко, Омск. Здесь.